МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты в хижине чудес после закрытия, когда на продажу выставляются только самые омерзительные товары. Товары, которые выставляются на продажу после закрытия, ясно. Дэн когда-то утверждал, что он правша, походу он нам соврал. Время на часах меняется между кадрами. На столе 5 рядов часов, теперь 3, теперь 4. Детали ларьков отразились горизонтально. Да и вообще справа от этих ларьков были болванчики, теперь их нет. Ленивая Сьюзан пропадает. А ещё следить за руками. А ещё кто-то не умеет работать с постановкой, ибо часов только что явно не было. Пайнсы стояли напротив ларька Сьюзан, теперь же отъехали обратно к дешёвым шинам. Кружки в предыдущем кадре не было. А при чём тут вот эта вот рука? Или же мы услышим самое ленивое оправдание, Стэн взял её с собой за кадром. Так тяжело было это показать? Дневник с лампой пропадают. Головоломки нет, теперь есть. Вадлс не испачкан, теперь испачкан, теперь снова не испачкан. Ещё один мультсериал, где на дворе 2-е десятилетие 21-го века пользуются VHS-кассетами. Золотые инициалы на воротах пропадают. И почему до здания то пару метров, то пару десятков метров? А откуда этот жёлтый пластилин? Откуда у новой пластилиновой фигуры одежда из ткани? Как сус стал пластилиновым? Откуда эта форма? Ничего не понятно. Та-дам, закрываемся! Тогда чьи машины стоят на улице? Сьюзан-то пошла пешком? Мангакет ещё и может сжимать грудную клетку и прятаться под столом, как плоский блин. Не удивлюсь, если к концу сериала он станет Хакаги. Возле двери не было круглой лампы. И кто вообще оставляет пирог остывать на ночь? Который ещё и растворяется в воздухе. На телефонной будке рисунок глаза и бумажка. Хотя нет, показалось. Как идеально вырезанный кусок отвалился, если пирог не тронутый. Только что явно был один лист и не более. Фото уже потом аниматоры перерисовали. Ну и что получилось? Этот был гномом! Гномами. Так тяжело более разборчиво прописывать диалоги? Мало того, что фотографии и меняются, так ещё и появились надписи, которых не было. Странно делать такой вывод, учитывая то, что вторая улика насчёт часа пальцев не совпадает. А нити в принципе ни о чём не говорят. На что? На вот это? Странно, что не 10 часов. С чего ты взял? Может они просто мимо проходили? Опять халтурим с диалогами? Стойте! Так и есть! Отойдите! А вот и подъехало проклятие под названием «Лень сценариста». Если этот культ пытается скрыться и о потайном ходе знают только его члены, то нафига оставлять подсказки? Может они наоборот хотят, чтобы их нашли? В тоннеле темным темно. Теперь он ярко освещен факелами. Проклятие продолжается. Культ совершенно случайно начал свой обряд, когда подошли главные герои. Ну знаете, чтобы они увидели процесс от начала до конца. Да и почему стирать память Сьюзо начали только сейчас? С момента похищения прошёл уже почти целый день. Память о гномах вы ей стёрли. А о пребывании в плену она сама должна забыть? Вперёд за кепкой! Культ расположил трубу, по которой перемещаются секретные материалы прямо по коридорам музея? Они идиоты? Ещё бы отдельное окошко сделали, чтобы людям было удобно наблюдать. Ясно. Действительно, ёлки-иголки эти капсулы, что они разбиваются при падении? Культ вообще не продумал систему этих труб. Ремни завязывались по-другому. На меня напал какой-то виртуальный кунг-фуист, и он кидал шаровые молнии. Меня от него спас один пацан. Как ты уже наверняка понял, Gravity Falls кишит всякими сверхъестественными штуками. И мы взяли на себя обязанность помогать перепуганным горожанам, стирая память о непонятных вещах, что они видели. Теперь жители Gravity Falls пребывают в счастливом неведении. У сценаристов Gravity Falls какой-то фетиш на сюжетной дыры. То есть мало того, что кто-то из культа видел битву пиксельного человека, который гнался за Робби, так ещё и сам Робби открыто заявил, что с ним был какой-то пацан. Я даже за штуку баксов не поверю в то, что этих членов культа якобы не заметили в тех переделках Диппера, не стёрли ему память. Да и вообще, раз сценаристы хотели обосновать, почему жители Gravity Falls плюют на все эти аномалии, тогда они могут мне объяснить, почему семейка Пайнс до сих пор всё помнит, и сестирать им память должны чаще всех. Тоже мне заделали сюжетную дыру. Полка с капсулами выше рук статуи. Теперь ниже. Макгаки-то не заметили из-за сюжетной слепоты. Ибо просто не строить город в пяти шагах от логова дьяволов нельзя. Жить же больше негде. У Банджо четыре струны, а не три. Бак с оружием пропадает. Откуда они тут? Макгаки-то их с собой принёс? Что-то не видно. Что это за звук? Звук и режиссёр перепутал стиратель с пистолетом? Диппер что-то втирал про угрызение совести из-за разбитой жизни Макгаки-то. А теперь сделал то же самое с другим человеком. Пример для подражания. Высококлассный учёный тестирует опасное устройство на самом себе. Гений получше автора книг. Очков на столе не было. И снова воспоминания показаны не от первого лица, а от третьего. Да ещё и судя по всему от лица камеры. Может это не колба с памятью, а флешка от камеры? Этой вазы тоже не было. Поможете разрисовать портрет моего последнего бывшего? Вообще совесть потеряли. Этот парень ничего плохого не сделал. Мэйбл сама себе проблем надумала. Блендин упал возле угла здания. Через секунду уже на пару метров отъехал. Откуда внутри конфеты и леденцы, если там лишь пачки типа обычных чипсов? Никогда не видел автомата, где есть отсек для принятия наличных и ещё один отсек для оплаты только что украденных товаров. Сус на фото то без руки, то уже с ней. На водительских правах штата Орегон всегда есть полупрозрачный дубликат фотографии справа снизу. Да и забыли такую важную деталь, как данные о владельце. Рост, вес и пол. Родился 13 июля. Погоди-ка, Мэйбл, это сегодня! Если вы совершенно случайно наткнулись на документы своего друга, то совершенно случайно обнаружите, что именно сегодня у него день рождения. Совпадение на совпадениях, ну бывает. Стаканы на столе заменились на кучу пироженок. Вслед за ними подоспели столовые приборы и салфетки. Я даже писал, чтобы этот день удалили из календаря. И мне запретили летать самолётами. Что за ересь, может тебе ещё и въезд в другие страны запретили из-за этого? Отсюда есть только один выход. Через меня! О, боже, извините, ну давай. А что, тебя типа не видно? Точно-точно? Сегодня день рождения нашего друга и мы обещали быть рядом. Что? Сценаристу было мало заключить сделку с сюжетным дьяволом, добавив богоподобного персонажа в свой сценарий. Он хочет пойти ещё дальше и откусить больше, чем сможет проглотить. Путешествие во времени. Теперь сюжет уж точно нельзя никак починить. Ибо с чего это вдруг временной патруль прилетел именно в эту секунду, а не сразу после ареста Блендина? В чём смысл они же властны над временем? На арене то нет огромного количества фиолетовых препятствий, то есть. Бойцов то куча, то на заднем плане их нет. Аниматоры не перестарались. Держись там, Зус! Мы скоро вернём! В смысле скоро вы можете вернуться сразу в тот момент после входа в лазерную аркаду? Рулетки времени у этого агента не было. Над задним фоном аниматор тоже решил не заморачиваться. Смотреть противно. Рулетки времени нет, теперь она возле ножки. Возле Суса стоит дерево. В следующем кадре стирается из истории. Печеньки в виде динозавра превратились в чёрте что. Дети, я получу желание, и вы пожалеете, что родились! Подождите, можно я кое-что спрошу у сценариста? То есть любой громила, сбежавший из тюрьмы, может в любой момент устроить головнар, вызвать на поединок какого-нибудь шестилетнего инвалида, победить его в схватке и получить доступ к любым возможностям вселенной? Сценаристы вообще перечитывали, что написали? Я загадываю! Что такое? Дни рождения празднует с теми людьми, кто тебя любит. И я подумал, этот чувак ни разу не приехал меня поздравить. А то, что все их старания и страдания были зря, и то, ради чего они старались, не сбудется, это ничего? Сус в курсе, что теперь и Мейбл ему сейчас врежут. Спасибо вам за мой лучший день рождения. Вы странные. Облако похоже на котенка! Плюющегося самолетом! Этот самолет что, летит прямиком вниз? Часы Томпсона пропадают прямо с рук. Рядом с могилой над гроби впритык с кучей земли. Теперь же здесь только куча земли. Газировка то синяя, то розовая. Мама Робби держит мужа, затем убирает руку, но в следующем кадре рука молниеносно напрягает обратно. Это типа Робби в детстве? Буквально в предыдущей серии его показали совершенно другим. Тембра кладет сумку на пол, затем она пропадает. В кафе никого нет, теперь здесь огромная толпа. Купидон прямым текстом сказал, что нужно сделать в жух пальцы. Зачем заставлять их есть это зелье? Зачем рисовать массовку? Ну зачем? Бог любви в нужный момент перестанет следить за опасными зельями, затем вообще оставит их без присмотра в открытом фургоне. Все для вас главный герой, сценарист угощает. Мама с сыном сидят на коврике, или все же не сидят. Хватит, Мейбл, это призраки! Только отдай нам склянку, Мейбл. Мейбл, не надо! Подойди, ядберезелье. Давай, сделай два шага. Мейбл, это обман! Не отдавай ему! Попалась! Молодец. Бог любви на сцену! Бог любви на сцену! Бога любви вызвали на сцену, но на сцене его нет. Наверное, пошутили. Семья Нортвест настолько богатая, что с предыдущей серии уже успели купить себе новый особняк. На дворе лето, а в штате Орегон в 7.30 темно, как ночью. Либо аниматоры не знают ничего о правильном расположении сервиза и столовых приборов, либо Семья Нортвест украшает стол для гостей не лучше боплюбы. Столовые приборы в разных кадрах рисовали разные люди. На вечеринке остался один день! Кто готовит стол за день до прихода гостей? Вы собираетесь завтра пыль протирать с посуды? Коробка пиццы превращается в еще одну газировку. Зачем диперу еще одна? Пацифика на всякий случай носит с собой пару-тройку приглашений на супер-закрытую вечеринку. Вдруг встретят какого-нибудь богача, которого нужно будет пригласить. У ворот три охранника, теперь пять. А сами ворота то решеточные, то деревянные. В детском мультфильме позарез не хватало сцены с кровоточащими из глаз и ртов говорящих голов животных. Короче, ждем расчлененку. У которого родинка на левой щеке. Хотя нет, аниматоры пушители. Снять обувь? Вам обувь к ногам приклеили? Ясно. И я поклялся перед богом. Полтора века спустя восстать из гроба. Проклятие должно исполниться сегодня. Обманутый Лисорупа обещал отомстить семье Нортвост, если те не откроют двери обычным горожанам именно через 150 лет. Почему 150 лет? По кочину. Я устроил вечеринку для самых могущественных людей в мире. Которых только что не было. На пне бутылка? Теперь ее нет. Среди гостей лишь один с бокалом. Теперь все. А ящики с яблочным сидром пропадают. Но ведь все бокалы лопнули. Причем тут эта реплика? Обувь у Диппера по цифике чистая. Теперь нет. А еще кто-то... Нет, Стэн взял ее с собой за кадром. Так тяжело было. То есть мало того, что кто-то из культа видел битву Мпиксель. Сценаристу было мало заключить сделку сюжетным дябл. Он хочет пойти еще дальше, еще дальше и... Познино.